Озвучил Глеб Чёрная книга Я помню, как я нашёл её. Это было в очень старом месте с высокими потолками, и полки были полны гниющей плесени. Я пробирался через завал. Когда я нашёл её, было темно. Я помню старого человека. Он просто хмурился. Он не взял денег за неё. Позже я понял, почему. Я поспешил домой через узкую и извилистую дорогу у набережной. И у меня было жуткое ощущение, что кто-то или что-то смотрит на меня из тени. Когда я пришёл домой, я поднялся на чердак. Там было что-то вроде моего места для изучения странных и необычных вещей. Тексты в книге говорили о множестве тёмных секретов нашей Вселенной, включая другие миры. Также там рассказывалось о проходах и порталах в другие миры и других запретных знаниях. В ту же ночь я начертил пять кругов огня на полу и проскандировал отрывок из книги. Стены растаяли, и я погрузился во тьму. Я проснулся на горе, стоявшей под звёздами, образующими странные созвездия. Я увидел путь, ведущий наверх, вверх, по склону горы, в пещеру. Я вошёл в неё. Пещера восхищала своими странными иноземными писаниями. Но и ещё кто-то был в той пещере. Я попытался уйти, но дверь пропала. Я попал в ловушку. Существо подошло ко мне и дало мне ключ. Я узнал символ из книги на ключе. Я не увидел никаких замков. Поэтому решил пойти дальше по пещере. В конце прохода я нашёл запертую дверь. Странный ключ подошёл. И я открыл дверь. Я прошёл через ворота в другой мир. В книге говорилось об этом месте. Мести страшной тайны. Я заглянул в забвение. Я видел безумие. Я видел боль. Я видел страдания. И тьма поглотила меня. Когда свет вернулся, я оказался в пещере. Но я уже не был таким, как раньше. Видите ли, есть определённые ужасы, которые человек просто не должен видеть. И есть определённые книги, которые человек просто никогда не должен читать. Продолжение следует... Продолжение следует...